Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Души, опаленные афганом, в стране почтили память воинов-интернационалистов. Где-то в часа два ввели ответный огонь по скорой. Как это было? Подлёдный улов. В Кировском районе утонул бобручанин. Рыба или жизнь? Цветочных дел мастер в Беларуси официально признали профессию флорист. Собирать полипропиленовой ленточкой розы уже не актуально. Какими навыками должен обладать специалист? А также гуманитарная миссия, минимальная страховка и сытный обед. Пилотный проект по школьному питанию продлён до конца учебного года. Что в меню? Время бессильно ослабить боль потерь. В стране отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 34 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. С той войны не вернулось 16 тысяч солдат, в том числе 771 белорус. О людях, которые остались верны присяге, Татьяна Горбач. 1985-й. Афганистан. Младший лейтенант Евгений Каминский, командир роты специального минирования. Боевая задача – прикрытие путей караванов в горах и ущельях. Кабул, Баграм. Десятки километров горных дорог длиною в два года. Служба трудная и непредсказуемая. Засады – главное оружие духов. Мы попали в засаду. Подкрепление подошло уже, но это было к утру. И мы где-то часа два вели ответный огонь по склонам. Было уже темно. А что значит с ущелья и по склонам вести огонь? Только по вспышкам. Больше никак. Много лет назад Евгений Каминский покинул землю Афганистана. Пусть время – лучший лекарь, но перед глазами мужчины то и дело всплывают кадры с той войны. И боевые товарищи, которые навсегда остались в горах. Два ордена Красной Звезды. За личное мужество. Память и боль одновременно. Были и потери. Это уже когда батальон развождения был в ущелье. Черные горы, Джалабадске. Это тоже туда ближе к Пакистану чуть-чуть. Война в Афганистане для советских солдат продолжалась 10 лет. В ограниченном контингенте, как тогда принято было говорить, служили 30 тысяч белорусов. 771 не вернулся. Память о них жива спустя три десятилетия. Бобруйск. Улица Социалистическая. У памятника воинам-интернационалистам сотни человек. В едином строю ветераны боевых действий, руководство города, депутаты, военнослужащие и простые горожане. В руках красные гвоздики. Красивый и молчаливый символ героев. Вы видите, как сегодня люди пришли почтить эту память. Действительно, 23 человека города Бобруйска и Бобруйского района отдали жизнь в Афганистане. И сегодня та память, которая живет в наших сердцах, она продолжается. Сегодня здесь встречаются боевые друзья, вспоминают погибших. Они не надеялись ни на жизнь, ни на славу, ни на то, что их имена станут кому-то известны. Бойцы сделали самый главный выбор и честно выполнили свой интернациональный долг. Вспомним своих ребят, которые остались там за речкой. Ну а всем живым желаю здоровья, еще раз здоровья. Вы только подумайте, у нас за два года ушло 51 человек, это целая рота. Память это святое. Дай Бог, чтобы в этой жизни никто не забыл про это. И помнили за тех, кто нас защищал, защищает и будет защищать в будущем. В это сложное время это не просто необходимость, это как долг. В разные годы наши солдаты и офицеры несли службу в 15 странах мира. Но именно Афганистан стал последней точкой, где на курок автомата нажимал белорусский военный. 15 февраля 1989-го. Миссия выполнена. Приказ – возвращаться домой. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Хобби с риском для жизни. В Кировском районе утонул бобруйчанин. ЧП произошло в понедельник утром. Вещи из Настя в озере, как сообщается, нашли прохожие. Позже в 200 метрах от берега водолазы обнаружили 69-летнего мужчину. Сотрудники освода напоминают, зимний промысел пора отложить до следующего сезона. Лед на водоемах практически растаял. Покрытие сохранилось лишь в некоторых местах. При себе необходимо иметь средства спасения. Это спасательный жилет, линь, то есть веревка длиной 10-15 метров. На одном конце имеется петля, на втором конце груз. Ну и так называемые самоспасатели. За острые лезвия, при помощи которых провалившийся в лед, можно на него выбраться. С начала года в республике утонули 30 человек. В том числе двое детей. Спасти удалось 13 рыбаков. Рука помощи, вкус детства и разработка будущего. В Беларуси будут производить энергосберегающее стекло. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь отправила в Турцию очередной гуманитарный груз. Обратным рейсом вывезут первую группу сотрудников МЧС, которые в эти дни участвуют в поисково-спасательной операции. Накануне члены спецотряда «Зубр» извлекли из-под завалов еще двух человек. Тем временем в Сирию отправились 45 военных медиков, с собой оборудование для полевого госпиталя и лекарства. А землетрясения, по последним данным, погибли свыше 40 тысяч жителей. В стране будут производить энергосберегающее стекло. Разработка имеет микроскопически тонкое покрытие, благодаря которому в доме поддерживается постоянная температура. Зимой такие окна помогут экономить тепло. Летом защитят от солнечного перегрева. Перспективный продукт позволит стекольному рынку, по данным аналитиков, расти минимум на 7% ежегодно. В Беларуси сократят минимальный срок страхования автотранспорта до 5 дней. Сейчас 15. Новое введение произойдет по аналогии с Россией в рамках унификации подходов. Для владельцев машин это не только удобно, но и финансово выгодно. Готовятся соответствующие указы. К слову, планируется создание единого реестра для двух стран. Производство картофеля в прошлом году выросло на 23%. Сельхозорганизации страны вырастили свыше миллиона тонн овоща. Ставку аграрии делают на сорта различного назначения. Для фри, чипсов, приготовления супов, пюре, драников и не только. При этом две трети посадочной площади отведено под отечественную селекцию. Пилотный проект по школьному питанию продлен до конца учебного года. Изначально его планировали завершить в апреле. Такая просьба прозвучала из регионов. В меню 21-го учреждения образования уже появились новые блюда. Пельмени, куриные плечики, кебабы, хот-доги, медальоны. А вот кофейный напиток, который часто остается нетронутым, могут убрать. Восток – дело тонкое. Мапруйска-Громаш укрепляет сотрудничество с Мадагаскаром. Предприятие заключило контракт на поставку партии селок. Продукцию планируют отгрузить в текущем квартале. К концу года прибыль должна составить порядка 150 тысяч долларов. Холдинг – один из крупнейших производителей сельхозмашин и приспособлений в странах Восточной Европы. На рынке с 1974-го. Ассортимент – более 150 наименований. Холдинг «Побруйска-Громаш» с 2019 года осуществляет постоянные поставки сельскохозяйственной техники и запасных частей Мадагаскар. С 2022 года на полях Мадагаскара уже работают наши дисковые бороны, машины для внесения жидких органических удобрений и сейлки. Мапруйска-Громаш наращивает присутствие и на рынке Нижегородской области России. Проведен ряд переговоров с деловыми партнерами, которые заинтересованы в приобретении техники, узлов и комплектующих. Цветочное искусство. В Беларуси официально признали профессию флорист. Теперь ее можно указывать в договоре и трудовой книжке. Специалист в зависимости от разряда должен обладать определенными навыками. От умения создавать простые композиции до изготовления декора в разных стилях. О работе с ноткой романтики Карина Гуревич. Екатерина Самсонова собирает восхитительный букет, подбирает цветы по оттенкам и разбавляет композицию стильным декором. На все про все уходит 10 минут. Свои навыки специалист оттачивала несколько лет. Проходила курсы, смотрела обучающие видео и изучала тренды. Для нее и будущих флористов открываются новые горизонты. В Беларуси официально признали эту профессию. Мы не стоим на месте. Тренды постоянно меняются, постоянно вводится что-то новое и собирать полипропиленовой ленточкой розы уже не актуально. Ориентируемся мы на круглые букеты без утяжеленной упаковки. Мы стараемся от этого уходить. Два-три листика упаковки, потому что мы пропагандируем не упаковку, а цветы. Так что флорист – это не просто продавец цветов. В зависимости от квалификации специалист может иметь разряд. Для каждого свои требования. Третий предполагает умение создавать простые композиции. Четвертый – каскадные и асимметричные. А пятый – изготавливает декор в разных стилях. Неизменным остается помощь покупателю подобрать идеальный подарок. Букет на любой вкус и кошелек собирают в бутике твои цветы. Надо постоянно чем-то удивлять, а вот хороший букет, когда он постоянно разный, или когда у тебя есть свой почерк, то есть, допустим, у меня это постоянно белые цветы. Я прихожу сюда, мне делают очень красивый букет. Одновременно это тренд, одновременно это искусство. И это всегда получается оригинально. В продаже также экологичные суевые хендмейт-свечи и мягкие игрушки. Если нужен идеальный подарок 8 марта, Дню матери или на 1 сентября, стоит заглянуть сюда. Работает и доставка, а совсем скоро у магазина появится онлайн-платформа. Прекрасный подарок на любое торжество цветы в корзине. Собрать ее можно как из классических кустовых роз, так и с очаровательной бруней. Такая композиция обойдется всего в 30 рублей. Твои цветы расположены на остановке площадь Ленина. Бутик работает ежедневно с 10 до 22 часов. Здесь не только помогут подобрать букет, который покорит любое сердце, но и расскажут, как ухаживать за нежными лепестками и даже откроют несколько флористических секретов. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бабруйск, 360. Проводы зимы в парке культуры и отдыха пройдут масленичные гуляния. Начало в 12 часов, в следующее воскресенье. В программе танцы, спортивные состязания и игры на свежем воздухе. Будет работать также фудкорт с горячими напитками, блинами, драниками и шашлыками. Плюс торговые ряды с продукцией ремесленников. В час дня стартует традиционное шоу на столбе с петухом и подарками. На Масленицу планируется работа аттракционов. Стоимость билетов составит от 2,5 до 4 рублей. Поэтому приглашаем всех бобруйчан, гостей нашего города, посетить этот веселый, яркий праздник. Мы уверены, что всем понравится. Самый зрелищный момент – фаер-шоу. Захватывающие номера и трюки с огнем запланированы на 14,50. Кульминация праздника – сжигание чучела. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok